Меня в 11 лет сдали в интернат. Мне уже ничего не страшно, у меня были истерики и слезы. Всем привет, мои дорогие цветошки. Меня зовут Кужуге Танайха. Сегодняшняя наша тема, видео о том, как я жила в интернате. Для меня было удивлением, на самом деле. Многие думают, что я жила в таком интернате, который типа детдом. Я не знаю, как еще по-другому интернат интерпретируют. Когда мы едем? Детдом. Детдом едем. Потому что для меня интернат считалось, это вот школа-интернат, например. Тебя сдали учиться. Кто-то думает, что это детский дом. Нет, меня не сдавали в детский дом. Это был интернат при лицее. То есть вы жили в лицее, где вы учились. Надеюсь, мы поняли друг друга и наше видео про интернат. О том, как меня в 11 лет сдали в интернат. Как же это было? Почему меня так сдали? Сегодня мы расскажем. Кратко я вам расскажу, как я ранее жила до интерната. В общем, я родилась в городе Кызыл, это республика Тыва. Скорее всего, вы не знаете, но это очень маленькая республика. Вот, скорее всего, здесь оставлю карту этой республики. По национальности я тувинка. После того, как мои родители рожали меня в Кызыле, мы отправились в Сырыхсе. Это такое село, где я жила очень долгое время. Вплоть до пятого класса я училась в такой вот провинциальной государственной школе, где англичанки постоянно беременели. Леш, я беременна от тебя. И они нас учили писать английскими буквами русские слова. То есть, например, если тебе говорят «чашка», не перевести его, а писать просто «чашка» английскими буквами. И весь наш английский язык, вплоть до пятого класса, он строился именно на этом. Потому что мы ни хера не знали, и мне пришлось потом учить английский с самого нуля. Вот такое у нас образование в провинциальных государственных школах. Мои родители, они решили, что мы скоро должны переехать в Кызыл, в город. То есть, из села в город мы должны вот так переехать. Первое, что они сделали, они отправили меня. Меня было проще всего отправить, потому что я маленькая. Конечно, потом приехал папа по работе, там и остался, получается. Одним прекрасным днем я встаю утром, такая думаю, вот, сейчас пойду одеваться в школу. Меня пакуют, значит, в мою одежду путешественническую. Ну, не в школьную одежду, я не была в рубашке, не в юбке. Меня просто одели спортивные штаны, спортивную кофту и сказали, типа, ой, залазь в машину. Я перела пешком в селе. В селе мы все идем пешком до школы. С одного конца села до другого конца села по два километра каждый день мы шуруем маленькие. И всем все равно. Вдруг ты пропадешь, вдруг ты что? Как же мне? Всем было классно это. Мы с родителями сели на машину, поехали в город. Я думаю, ну, прикольно, а что случилось? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И мне одним прекрасным днем говорят, ну вот, мы тебя решили отправить в лицей. Ты будешь теперь учиться в лицее. Мы с родителями поднимали тему лицея, потому что мне однажды моя родственница сказала, что она учится в лицее. Но прикол в том, что она жила с родителями, а мне придется жить в интернате, потому что мои родители не могли себе тогда позволить. Пятером не могли вместе переехать, поэтому мы решили, что папа и я, мы вместе поедем в город, они останутся вплоть до лучших времен, когда у нас появятся деньги, чтобы купить квартиру в городе. Я пришла, директриса меня там поспрашивала, поняла, что я очень тупая, что я из села. И она сказала, ну, посмотрим, выживет она или нет в таких условиях. Мне дали, кстати, какой-то тест, я его не прошла, но меня все равно зачислили в этот интернат, в этот лицей. Первый день у меня, конечно, был очень странный. Ой, у меня такие дружелюбные одноклассники были. Я в первый день пришла, ко мне приходит моя подруга. Я не знала, что она будет моей подругой. Приходит какая-то очень маленькая девочка такая вот, бежит ко мне. И она такая, ой, привет, а как тебя зовут? Меня зовут Анайхак. Она такая, как, как, а как это пишется? В общем, она взяла мейл и написала в этой доске мое имя. Такая, ой, привет, Анайхак. Такие дружелюбные были. Я прям почувствовала себя в своей тарелке. Такая, все, я дома, я там, где я должна быть. Я подхожу к парте и вижу свою подружку, которая со мной была. Она со мной вместе в школе училась. И так вышло, что мы потом встретились в лицее вместе. Это, получается, первый день в лицее. Меня родители начали собирать в интернат. Мне покупали там пижаму, тапочки, мочалку. Собирали вот такой вот взрослый набор, который я впервые в жизни вижу. Такая, ой, оказывается, нужно стирать вещи. Оказывается, нужно заплетать волосы. Оказывается, их расчесывать надо. Я в пятом классе, я должна жить отдельно от родителей. Я полностью за собой ухожу. Я, конечно, не сама готовила. У нас там была столовая, это уже отдельная тема. Ну, короче, мне собирали вот такой вот наборчик, чтобы я там не сдохла. Чтобы я там не выглядела как чучела. У них был такой вот чек-лист. Типа, что нужно собрать для того, чтобы жить в интернате. Собрали такой огромный чемодан. И такая, приезжаю, и там есть воспитательница, которая нас встречает. У нас там были основной свод правил. Допустим, мы же несовершеннолетние все-таки дети, и нам нельзя покидать без разрешения родителей, воспитателя. Там было такое игровое поле. Было чем заняться. Но там не было магазина, и мы очень часто сбегали, чтобы сходить в магазин, купить себе там сладости и всякое такое. Первый день. Единственное, что я помню, как я подружилась со своей соседочкой, которая подписана на мой инстаграм, скорее всего, смотрит это видео. Дорже, привет, как дела? Когда я заселилась в интернат, я разобрала вещи. У нас был свой длинный шкаф, своя тумбочка, также кроватка. В комнате мы жили по 4 человека. У нас была такая большая комната, я скажу. По сравнению с теми комнатами, которые я видела в общежитии, это вообще люкс, шик. Там было личное пространство, там был личный шкаф, личная тумбочка и просто огромное. Хоть сальто делай. Ау, ну ладно. Я жила с двумя девочками, насколько я помню. Я ничего не помню, я ничего не помню, ужас. Я была в пятом классе, ребят. Прошло сколько лет? Господи, мне было 11, прошло 8 лет. И у меня уже все стерлась память. Был такой прикол, я ей постоянно завидовала, потому что те времена были такими тяжелыми. Интернета не было. Интернет они, блядь, ставят! Интернет! Он нам у нас не нужен, интернет ваш! У меня был один несчастный гигабайт интернета, который я ценила, дорожила, любила. И постоянно вот так вот листала очень долго. И выбирала видео. Видео, которое заслуживает моего гигабайта. И пока я это видео выбирала, он заканчивался. А у Дорже было целых 4 гигабайта, понимаете? Она могла в ВК зайти, в Инстаграм зайти. В общем, первый день мы познакомились с Дорже, мы там разобрали вещи. Потом мы пошли вниз, там есть комната для этюдов. Этюды это когда мы вместе со всем интернатом собираемся в одном классе. Целое здание делилось так. На первом этаже у нас были мальчики, на втором этаже у нас были девочки. На первом этаже у нас были комнаты для этюдов, то есть там была и библиотека, и компьютеры. На этюдах мы делали домашку, но в первый день, когда я туда заселилась, вместе сидели и знакомились друг с другом. То есть у нас был такой интерактивчик. Воспитательница приходила, и каждого спрашивала, типа, как тебя зовут, сколько тебе лет. Ты вообще кто такой? В каком ты классе? Чем занимаешься? И вот так вот мы со всеми ребятками сдружились. На самом деле этюды это такая очень удобная штука, потому что ты там можешь спросить у старшеклассников, темы, которые они уже проходили, они тебе постоянно помогали с уроками. Господи, мне кажется, я тогда училась намного лучше, чем я училась после того, как я ушла из интерната, потому что очень сильно помогала вот эта вот поддержка старших классов и то, как они очень хорошо объясняли темы школьные. Спина чешется. После этюдов мы обычно идем на ужин, а после ужина у нас есть где-то 4 часа, чтобы там сделать домашку, и потом у нас в 22.00 отбой. И у нас есть отдельная воспитательница, которая вместе с нами остается на ночь, она такая очень миленькая, дружелюбная. Мы, конечно же, не ложились ровно в 22.00, мы там кидали картишки, играли вот так вот. Рассказывали друг другу страшные истории. Были дни, когда мы вместе смотрели ужастики. Ну нахер. Мне кажется, после этого я стала бояться ужастиков, потому что после фильмов, когда мы с девочками заходили в комнату, мальчики очень любили нас там пугать за дверью и стучаться. Какой же у нас все-таки был распорядок дня? Я думаю, вам интересно. Мы вставались в 7 утра, умывались, там, одевались. Мы шли на завтрак. После завтрака мы, соответственно, учились. В 16.00 у нас полдник. После этого в 17.00 мы идем делать уроки. В 19.00, насколько я помню, у нас был ужин. А в 22.00 у нас был отбой. Вот такой распорядок дня, я считаю, очень продуктивный. Мне очень нравилось, что мы кушаем по часу. А, я забыла сказать, в 12.00 у нас был обед. Я как будто без обеда была, это очень нормально. Я считаю, что это очень классно, типа, по часам питаться, потому что я там не кусочничала, во-первых. Я кушала полезно, я не переедала, я была очень худенькой. Но после того, как я ушла из интерната, я вот так вот разрослась и стала очень толстенькой. Первое время мне было в интернате, конечно, очень сложно, потому что я была таким домашним ребенком. Я была такой одомашненной собачкой, псиной, которая ничего не могла сделать. Вообще ничего не могла сделать сама. Я не могла погладить вещи, а кто-то умел уже, понимаете, в пятом классе гладить вещи. Я не могла заплести себе волосы. Меня, например, училка моя ругала по русскому языку, что я выгляжу, как, не знаю, как какой-то отброс. Что я выгляжу не по статусу. Блин, у меня была такая смешная ситуация. Я же не умела пользоваться утюгом. Я взяла, значит, начала гладить вот эту рубашечку. Она, блин, забыла. Такое пятнышко было черненькое. Я потом всю неделю ходила с этим черным пятнышком. И меня за это так сильно ругала эта русичка дурацкая. Вы понимаете, я ребенок. Мне сколько? Одиннадцать лет. Не умею гладить вещи. Не умею заплетаться. Не умею нормально одеваться. Адекватно. Может, кто-то уже умел, но я не умела. Интернат делает тебя очень самостоятельным человеком, который может все сам сделать. И воспитательница раз в неделю или в день каждый день приходила и смотрела за порядком. В общем, она проверяла наши шкафы. У нас такое было, что у нас внизу есть вот такая вот тумбочка, которую, ну, не видно. Я там могла запихать туда вещи грязные. Мне лень как-то убирать. Перед ним ставила коробочку, и там ничего не видно было. Развешивала вещи остальные. И такой создавался вид убранного шкафа. Я очень часто так читерила. Я так и не научилась убираться. Со временем я начала самостоятельно все делать. Я начала очень красиво заплетаться, кстати. Вот такие вот классные косички. И я там уже научилась делать. Вот я умею делать классные косички самой себе. Мы в интернате развлекались во время праздников. Мы разукрашивали стены во время Нового года. У нас такой Новый год классный был. Блин, я обожаю это время. Мы разрисовывали стены. У нас был между комнатами конкурс на подарочек. Там на торте. Ну, у кого краше комната, тому давали вот такой вот сладкий приз. И мы так трепетно к этому относились. Постоянно очень красиво разукрашивали. У нас была такая постоянно красивая комната. И нам давали, чем можно украсить. Раскрашивали, украшали. Очень нравилось в интернате. Кто-то говорит, что в интернате плохо. Вы реально думаете так? У меня был хороший интернат. У нас были постоянно такие интерактивчики веселые. Очень часто проводили концерты. В честь праздников, например, в честь 8 марта и 23 февраля постоянно были концерты. Мы друг к другу исполняли вот такие вот песенки. У нас были даже вот эти вот вечера под гитару. Это было так романтично. Еще у нас были походы в кино. Наша воспитательница, она была такая очень классная женщина. Она очень любила нас веселить. Мы с ней ходили на каток. Я с такой теплотой на душе рассказываю о том, как я жила в интернате. Атмосферу нам создавала все-таки воспитательница. Она нас водила по кафешкам. Она нам устраивала вечера, когда мы могли занять спортзал. Могли там поиграть в баскетбол. Это было раз в неделю. У нас были баскетбольные такие соревнования между мальчиками и девочками. И, конечно, уже каждый раз проигрывали. Но это было очевидно. Интернат это, мне кажется, самое приятное такое, самое теплое воспоминание из моей лицейской жизни. У нас также, кстати, были вечера кино. У нас был такой актовый зал. И в актовом зале есть такая вот белая стена. Мы брали проектор, включали страшилки. Я там смотрела очень много ужастиков. Сейчас у меня аллергия до этих ужастиков. Я терпеть не могу ужастики. Я их очень сильно боюсь. Но когда ты живешь в большой такой семье, ты клювом особо не щелкаешь. И ты смотришь то, что смотрят все. А все любят ужастики. Даже мой парень очень любит эти дурацкие ужастики, от которых я могу обсекаться. Особенно ночью. Они любили там смотреть Астрал, Звонок, такие страшные фильмы любили смотреть. И после этого они очень любили пугать друг друга. Особенно меня, потому что я больше всех боялась. И больше всех кричала. У меня после этого такая фобия сформировалась этих ужастиков, что ко мне подходит, например, сзади. Я уже сразу все. Я кричу, у меня истерика. Вот такая у меня есть замашка странная. На самом деле интернат очень сильно повлиял на то, что я отсепарировалась от родителей очень-очень рано. Сепарация это когда ты уже независим от родителей. В студенческой жизни мне уже не так уж сложно, потому что я уже в таком раннем возрасте прошла все это. Конечно, первое время я плакала, я скучала по своим родителям. Мне хотелось вернуться. Я постоянно отрицала. Я не хотела тут оставаться. Мало того, что у меня родителей нет, у меня нет поддержки рядом, так еще и я в лицее, в такой вот среде стрессовой, когда ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, у тебя программа в той школе отстала, тебе нужно с нуля практически все учить. Меня не мог погладить по головке никто и сказать, ну как успокойся, все хорошо, давай учить. Вот эти вот формулы, не формулы. Когда у меня были истерики и слезы, единственное, что я делала, шла в туалет и плакала одна. Это единственный способ успокоиться. В основном я сама проходила вот эту вот сепарацию от родителей. Мне было сложно. И сейчас, когда в студенческой жизни я вижу, как страдают мои одноклассники, я такая, дорогие друзья, я это проходила в пятом классе. Мне уже ничего не страшно. Мне уже не страшно, я уеду от родителей на столе на 10 лет или на год. Меня уже не сильно связывает с ними что-то эмоциональное. Мне кажется, мне это помогло стать очень рано самостоятельной, стать такой амбициозной девочкой. Вот такая вот среда, когда ты превращаешься во взрослого в раннем возрасте, помогает тебе стать таким, ну, серьезным человеком, дайте так вот, таким самостоятельным, таким амбициозным. Мне очень нравился интернат. Когда я переехала к родителям, мне было очень сложно. Я от них уже отвыкла. Уже отвыкла от того, что у них есть свои привычки, что они еще и умеют ругаться. Когда ты живешь на расстоянии с родителями, они же редко ругаются. А когда ты живешь вместе с ними, тогда они начинают ругаться каждый день. И это очень, ну, неприятно. Когда я переехала к родителям обратно, вот в восьмом классе я уже ушла из интерната. Мне было очень сложно начать опять вместе с ними жить. Я уже хотела обратно переехать в интернат. Первую неделю я просто грезила о том, чтобы уехать от них. Ну, вы же понимаете, что я жила с такими маленькими девочками, которые постоянно на позитиве такие. А вот эти взрослые, они уже такие скучные, такие грустные. С ними не поиграть, в фильм не посмотреть, не похихикать, в картишки не раскидать. Первую неделю у меня была такая вот депрессия, непринятие реальности. Я такая думала, ну вот, все против меня. Боже, почему я не могу вернуться в интернат? Я так хочу вернуться в интернат. Потому что когда ты живешь с родителями, они начинают резко тебя контролировать. Ну, это же родители, а ты как бы, ну, ребенок еще, оказывается. Когда меня отправляли в интернат, уже была взрослая. Когда вернулась, я опять ребенок. Вот этот вот диссонанс, я не понимала, как это происходит. Я считаю, что интернат меня сделал намного лучше. Никак не повлиял на мою психику. Единственное, что он сделал, он сделал меня самостоятельной, отсоединенной от родителей. Я уже свои 12-13 лет, я уже могла жить самостоятельно, могла о себе позаботиться и могла одеться, сама домашку сделать, сама почитать, сама что-то купить. Воспитатели у меня были вторыми родителями, можно сказать. И они отпечатывались у меня в моей памяти только в самых теплых воспоминаниях, в самых таких душевно-душевных. Душевно-душевных, да. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Это был такой вот комфортный вечерочек. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пакульчики мои цветошки, я вас очень сильно люблю. Лагеря это же тоже, по сути, такой мини-интернат. Если у вас будут какие-нибудь истории с ваших лагерей, может кто-то вообще жил в интернате, напишите, пожалуйста, кто-нибудь жил в интернате. Все, всем пока. Надеюсь, я ничего не забыла. А, ебтурмай. У меня же есть инстаграм, у меня есть телеграм-канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok